Задача. Определить расстояние от точки D до плоскости ABC. Условия перед вами. Значит, наша плоскость задана плоской фигурой треугольником. И посмотрите, здесь есть некоторая особенность то, что проекция D2 находится в пределах треугольника. Обычно мы привыкли определять расстояние, когда, например, проекция вот эта находится за пределами треугольника. Но это нисколько не меняет решение задачи. Первое, что необходимо сделать, это построить горизонталь. Горизонталь. Значит, вот это горизонталь. Место пересечения. И далее строим горизонтальную проекцию в горизонтали. Для этого проводим линию связи. Линию связи вниз. Так. Под прямым углом провели. Дальше. В месте пересечения. Определяем точку. Вот эта точка. Есть. И дальше строим непосредственно горизонтальную проекцию в горизонтали. Значит, она должна у нас проходить вот через эту точку. И далее. И далее. Вот так. Подпишем то, что мы построили. Значит, первое, что у нас будет, это точка 1, проекция 2. Точка 1, проекция 1. Это у нас будет горизонталь h, маленькая, 2. И это будет у нас горизонталь h, маленькая, 1. Теперь построим фронталь. Ну, смотрите, здесь в данном случае ее придется построить, что из другой точки. Это никак не влияет на решение задачи. Провели. Построили здесь точку. Провели линию связи вверх. Дальше. На стороне b, a, b, a, нашли точку. И через эту точку провели фронтальную проекцию в фронтале. Ну, вот так. Обозначим то, что мы построили. Значит, здесь будет у нас, это точка 2, проекция 2. Здесь точка 2, проекция 1. Вот это у нас будет f, фронталь, проекция 1. И это будет у нас f, проекция 2. Проведем перпендикуляр через точку d. И проведем ее перпендикулярно. Здесь фронтальная проекция фронтали. То есть, вот так. Ну, продлим его в одну сторону. И продлим его в другую сторону. Нам пока еще непонятно, что нам понадобится. Дальше. Опустим перпендикуляр из точки d на горизонтальную проекцию в горизонтали. Точно так же. Проведем нормаль. Вот сюда. И продлим его в одну сторону. И в другую сторону. Продлили. Теперь давайте посмотрим. У нас получившийся наш перпендикуляр. Вот здесь, например, на горизонтальной плоскости пересекает плоскость. Ну и вообще, что мы имеем? Мы имеем прямую перпендикулярную плоскость, проходящую через точку d. А нас интересует расстояние. То есть, расстояние от точки d до того места, где прямая пересекает плоскость. Значит, мы теперь переходим к решению задачи какой. Определим точку пересечения этой прямой с плоскостью. Для этого заключаем прямую в проецирующую плоскость. Эта плоскость будет пересекать горизонтальную проекцию вот здесь в одной точке и здесь во второй точке. Теперь найдем, где эти точки будут на фронтальной плоскости проекции. Первая точка, она лежит у нас на АС. И АС у нас находится здесь. Так, не хочет проводиться перпендикулярно. Значит, первая точка на АС. То есть, вот тут, в этом месте, сразу ее обозначим. АС, АС здесь. Вторая точка будет лежать у нас на БАБ. АБ у нас находится вверху. Провели. И вот это вторая точка. Отметим ее. Так, теперь, смотрите. Соединим полученные точки. И вот в этом месте полученная прямая пересекает проекцию. Значит, это и будет у нас точка. Обозначим ее, допустим, К. К, которая будет точка, пересечения прямой и плоскости. Ну и точно так же, давайте сразу ее найдем, где она будет здесь. Это будет вот в этом месте. Обозначим эти точки. Вот эта точка будет у нас К, допустим, значит, это будет у нас К. К, это должна быть К, не хочет писаться. Это будет К, проекция, проекция, проекция 1. И вот эта точка будет у нас К, большая, проекция 2. К, проекция 2. Вот мы получили 2 точки. Ну, это нам и нужно. И вот, собственно говоря, есть наше решение. Наше решение. То есть, у нас есть проекция отрезка вот отсюда до сюда. Это раз. Одна проекция. И у нас есть от точки Д до точки К проекция 2. Вторая. Единственное, что нам нужна не проекция, а нам нужно расстояние. Ну, то есть, нам остается сделать что? Определить натуральную величину вот этого отрезка. Ну, для этого определим превышение одной точки по отношению к другой. Вот так. Значит, размер здесь будет 13 миллиметров. И теперь отрезок 13 миллиметров мы построим перпендикулярно. Мы построим перпендикулярно проекции 13 миллиметров. Теперь осталось этот отрезок перенести. Поставить в точку К. И соединить полученную точку с Д. Вот это и будет натуральная величина нашего расстояния. Ну, давайте проверим и посмотрим, да, сколько эта величина будет у нас. Вот она, получилась равная 38 миллиметров. Все, задача решена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова